Сегодня по всей стране начался весенний призыв. Он продлится до 15 июля. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Как сообщает ТАСС, цитируя министра обороны Сергея Шойгу, этот весенний призыв будет меньше прошлогоднего. На военную службу отправят 134,5 тысячи россиян. В 2021 году было на 150 больше. Глава Минобороны утверждает, что россияне-срочники не будут направляться ни в какие горячие точки. Напомню, 5 марта Владимир Путин заявил, что призывников и резервистов не будут отправлять на Украину, где с 24 февраля по его приказу проводится военная операция. Все ледовые переправы закрыли в Алтайском крае. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС. Спасатели напоминают, сейчас опасно выходить на лед. С каждым днем его толщина меняется, и он уже не способен выдержать вес человека. Отмечу, быстрее всего, лед истончается у берегов. Родители просят следить за детьми и не допускать игр вблизи водоемов. В Барнауле утвердили список для голосования за благоустройство общественных территорий в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В список вошли 37 территорий. 14 в Индустриальном районе, по 7 в Ленинском и Октябрьском, 5 в Центральном и еще 4 в Железнодорожном районе. Голосование начнется 15 апреля и продлится до 30 мая. Оно будет проходить на единой федеральной платформе за.городсреда.ру. Напомню, в прошлом году барнаульцы выбрали парк «Юбилейный» и набережную речного вокзала. Первый укус клеща зафиксировали в республике Алтай, сообщает Роспотребнадзор. Пострадавшая – жительница Усть-Каннского района. Она была застрахована от укуса, обратилась в районную больницу, где ей удалили переносчика энцефалита и бесплатно ввели иммуноглобулин. Добавлю, в Алтайском крае случаев укуса клещей пока не было. Передвижные камеры видеофиксации ГИБДД появились на дорогах Алтайского края. Пока что они работают в тестовом режиме. Кому теперь следует опасаться штрафов за нарушение правил дорожного движения, расскажет моя коллега Анастасия Целовальникова. Теперь любая попутная машина может оказаться дорожной камерой ГИБДД. Заметить такую съемку на трассе невозможно. Обычный автомобиль, который ничем не отличается от других на дорогах. На самом деле здесь установлен новый специализированный комплекс. Это мобильная камера, которая будет фиксировать нарушения на дорогах Алтайского края. С ее помощью планируют выявлять превышение скорости, выезд на встречную полосу, движение по обочине и проезд грузового транспорта под запрещающие знаки. Комплексы позволяют фиксировать до 12 видов правонарушений. Устройство автоматически определит и внесет машину в базу данных. А водителю придет письмо счастья. Комплексы имеют возможность распознавать тип транспортных средств, что позволяет в последующем квалифицировать конкретно нарушение правил дорожного движения водителями в зависимости от категории транспортного средства. Грузовой автомобиль, легковой автомобиль, автобус. Камера в багажнике автомобиля – не нарушение прав граждан. Применение знаков, уведомляющих о съемке с использованием мобильных комплексов, не предусмотрено нормативно-правовыми актами. О местах работы таких камер можно узнать на сайте Алтайавтодора и ГИБДД. Устройство в регионе пока только тестируют. Проверять его начали с 12 марта. За это время с помощью мобильной камеры зафиксировали около 400 нарушений. Анастасия Целовальникова, Сергей Седых. Новости. И на этом у меня все. О нашем телезрителям я напоминаю, что больше новостей вы всегда можете найти на нашем официальном сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Смотрите и читайте нас в Телеграме, во Вконтакте и в Одноклассниках, а также присылайте свои темы. О самых интересных будем рассказывать в наших эфирах. А я пока с вами прощаюсь. Хорошего дня!